Здравствуйте! В эфире программа Сарапул Новости в студии Артём Сергеев. И сегодня мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни нашего города. С днём рождения, любимый город! В субботу Сарапул отметил свой 239-й день рождения. Праздование прошло масштабно сразу на нескольких площадках. Открыло праздник большое театрализованное представление на стадионе «Энергия», в рамках которого прошло объявление лауреатов городского конкурса «Человек-года». Насыщенной и интересной была и вечерняя программа. Впервые в Сарапуле на Каме состоялось аквашоу. На набережной работали торговые точки, аттракционы. Большой материал, посвященный празднованию дня города, первый в нашем эфире. На стадионе «Энергия» не было свободных мест. На большое театрализованное представление нити истории любимого города пришли горожане всех возрастов. Повествование началось еще с тех времен, когда на берегу Камы не было ни крепости, ни села. Люди жили, осваивали территорию и отбивались от захватчиков. Лихие люди грабежом и разбойом по разным землям промышляли. Налетали разбойники то с воды, то с леса. Не обошла тяжелая доля и прикамских поселенцев. И грабили, и пленяли их разбойничьи водаги. Много разору и смуты стало по всей земле. Помощь была нужна, защита сильная. Масштабность и численность артистов, задействованных в представлении, поражала. При этом была продумана каждая деталь. Представление было удобно смотреть с обеих трибун. Костюмы, реквизит, многое было специально изготовлено для этого представления и использованы впервые. А между тем, река времени донесла зрителей до событий царских, в то время, когда Сарапул получил статус города. Все милости лишь и повелеваю, сегодня дворцовое село Сарапул устроить городом. И даровать герб, на коем принадлежность к Вятскому наместничеству указано будет. И место коем Сарапул примечательно. Герб, рада Сарапул, отмечен будет верховной тланью и стрелой, карающей под сенью и защитой креста. Отдельным блоком было представлено купечество в городе и предприятия, которые в наши дни продолжают славные традиции и отмечают в этом году большие юбилеи. Собственноручно свою продукцию представляю. Да что говорить, вот обуви лучше, чем Сарапуле, нигде не найдешь. Ходи, не изотрешь, пляши, не вынеси. В этом представлении были показаны все знаковые события в истории города. Приезд Надежды Крупской, отправка хлеба голодающим крестьянам. Сарапул во многом был первопроходцем. Первая больница, первая публичная библиотека, первая аптека появились в Сарапуле. Здесь был построен первый самолет и первый почтамп. Особое внимание было уделено и событиям современным. 2019 год объявлен в России годом театра. В очередной раз номер от артистов Сарапульского драматического театра стал одним из самых запоминающихся. Костюмы, помощь юных артистов и приглашенных гостей произвели впечатление на горожан. Годы проходят, но не беда. Театр не вода, вечер всегда. На столике мёртвай, а линия жми. Слово не дышит театр жизнь. Не забыли сценаристы представления и про год здоровья в Удмуртии. Медицинским работникам на несколько минут артисты уступили своё место. Зарядка в день города стала одной из массовых. Официальную часть праздника открыл глава города Александр Ессен. Сегодня у нас день города. Каждый год нас радует своими успехами, новыми инвестиционными идеями, новыми направлениями развития наши предприятия, наши предприниматели, наши национальные общества и некоммерческие организации участвуют в различных конкурсах, привлекая гранты на развитие нашего города. Я от души всех вас поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю нашему городу мира и процветания. Будьте счастливы, благополучны. С праздником! Он вместе с председателем госсовета Алексеем Прасоловым вручил почётные грамоты и дипломы победителям городского конкурса «Человек года». Лидером в области промышленного производства стал Сергей Мусинов. Лидером в области физической культуры и спорта стала тренер по плаванию Екатерина Щепицына. Предпринимателем же года объявлена Татьяна Сарычева, руководитель предприятия по изготовлению изделий из шерсти. Мне показалось, что у меня крылья выросли. Хочется прямо горы свернуть. Точно что сделаем? Расширим производство, это точно. Ну и всего, много нового ещё покажем горожанам. Всего на церемонии 8 человек получили грамоты за трудовые успехи, 11 человек – звание лауреата в конкурсе «Человек года». Звание же почётный гражданин города получил подполковник в отставке, ветеран УФСИН, член общественной организации ветеранов войны, труда и вооружённых сил Геннадий Могилевский. Пожалуй, это самое в моей жизни главная награда – быть почётным гражданином родного города, где прошла моя почти большая половина жизни. Я считал и считаю, главное – передать преемственность нашего поколения, молодому поколению. Всё, что у нас было, есть лучшее – передать им. Завершил большое театрализованное представление на стадионе приглашённый гость «Золотой голос» команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев. «Ты чесна, как снег, как птица воли на днях, я на век с тобою вершины, русской жизни спеть и петь шитай». Не менее многолюдно было и вечером на набережной. Погода благоволила семейным прогулкам. В пять часов стартовало аквашоу. Впервые на каме были показаны трюки на гидроциклах. Водители то и дело погружались в воду и рисовали круги. Пока одни наслаждались зрелищем на воде, другие с интересом разглядывали сувениры и товары, сделанные мастерами-ремесленниками. Вот, к примеру, работы Вовожского дома ремёсел. Что не инструмент, то история. Данный инструмент изготовлен по эскизам Макса Буха. Макс Бух – это немецкий исследователь-этнограф, который ездил по Удмуртии в конце позапрошлого века, в 1890-х годах. Он зарисовал вот такой формы инструмент. В книжке у него есть книжка. Вот я в этой книге всё посмотрел. Сделал этой формы инструмент такой вот интересный. А это уже работы сарапольских умельцев. Здесь сувениры из глины, бисера, ручная вышивка, украшение стенда – большая кукла «Золотая сарапуль». Гостям города. Ну вот у нас новый проект городской. «Золотая сарапуль» называется. Сегодня была девочка в таком костюме, представлена на праздновании Дня города. Пока работали площадки первого в фестивале туристического сувенира «Привет с Камы», сцена не пустовала. Одни артисты сменяли других. И горожане наслаждались праздником. Хотелось бы пожелать самому городу только процветания, потому что, как я сегодня узнал, вообще я не знал этих страниц истории. Но сегодня оказалось, это очень мощная история, очень мощный город у нас. Есть чем гордиться. Горожанам почитать традиции, почитать своих предков и, что называется, не постромить. Живем в очень чудесном городе. Это круто. Спасибо. С Днем города. Наш любимый город Сарапул. Пожелать хочется, чтобы все у нас горожане были добрыми к другу городу, чтобы не мусорили, чтобы было чисто, чтобы ухаживали за ним. В День города я бы пожелал, чтобы был город еще чище, еще краше, чтобы люди были как-то повеселее, не ходили хмурые, просто чтобы радовались жизни. Приятно удивило, но почти все горожане, пожелавшие признаться в любви к своему городу на камеру, призывали сарапульцев к самодисциплине и бережному отношению к городским красотам. Желаю процветания, как он облагораживается, чтобы было все лучше и лучше. Я человек позитивный, мне хочется, чтобы было лучше, о плохом не думаю. Всего хорошего жителям, хорошего настроения, счастья. Чтобы был порядок, красота, это все зависит только от нас самих. Ни администрация, ни вышестоящее руководство в этом, я думаю, не могут принять участие, пока мы не начнем сами себя уважать, любить свой город. В день города сарапульцы гуляли до поздней ночи. Закончился праздник концертом группы Five Vesta Family и праздничным фейерверком. Прошагаем город. В минувший четверг Сарапул стал участником акции моногородов Прошагаем город. По трем туристическим маршрутам прошли сарапульцы, занеся более 50 достопримечательностей города в карту Google. Конечной точкой маршрута стала встреча на даче Башинина и общение в прямом эфире с директором фонда моногородов Ириной Макиевой и главой республики Александром Бричаловым. Обо всем подробнее Айгуль Зайнулина. Прошагаем мы сарапу по истории пройдем, интересные объекты в Google карты занесем. Погода 6 июня располагала к пешим прогулкам. Было сухо и солнечно. Наша съемочная группа присоединилась к команде, которая шла по главному туристическому маршруту Сарапула по Сарапулу с рыжей девочкой. Этот маршрут признан лучшим познавательным маршрутом для юношества и студенчества. Поэтому среди экскурсантов школьники, студенты, представители активной молодежи. Точек у нас более 20, и на каждой точке мы рассказываем те события, которые случились с Евой Кюн, главной героиней повести Лидии Будогорской, выпускницы женской гимназии, с чем связаны те или другие объекты и как они в жизни Евы Кюн, какую роль сыграли. Цель квестов «Прошагаем город» обойти самые интересные достопримечательности и, сделав фото, занести их место расположения на карту Google. Это не только интересная идея, но и возможность будущим гостям Сарапула еще до приезда в наш город составить свой туристический маршрут заинтересоваться городом. К примеру, на карте Google точно появится кондитерская «Вольфа», памятник архитектуры и знаковый объект в повести о рыжей девочке. Мне кажется, такие мероприятия для нашего города очень важны, потому что они помогают узнать историю нашего города и тем самым то, что мы выкладываем фотографии в Google Maps, выкладываем информацию, люди, которые, туристы, гости нашего города, да даже те, кто просто решили посмотреть информацию у себя в другом городе, узнают очень много про наш город, про Сарапула. В дополнение к рассказу экскурсовода участники квеста побывали в студии декора и флористики на мастер-классе. Идея обернуть плитку шоколада в красивую обертку привела ребят в восторг. Здорово, что нас пригласили и показали очень крутой мастер-класс. А именно шоколад почему выбрали? Потому что шоколад это универсальный подарок как для взрослого, так и для ребенка. Кстати, рыжая девочка Ева Кюн тоже любила шоколад. А ее отец считал, что покупка сладостей это трата денег на глупости. Вот так, подкрепляя рассказ о каждом здании цитатами из повести, мы дошли до школы номер 15, здания бывшей женской гимназии, где училась рыжая девочка. Этот объект тоже занесен в карту Google. Я рад, что посетила этот квест, узнала очень много новой информации и открыла из себя город заново. Отличительная особенность квестов в Сарапуле все его участники в оранжевых футболках и кепках в городе рыжей девочки в одежде рыжего цвета. Уже на даче Башенина участники трех квестов встретились и передали свой видеопривет директору фонда моногородов Ирине Макиевой и главе республики Александру Бричалову в Санкт-Петербург. Именно там на международном экономическом форуме корпорация Google российский экспортный центр фонд развития моногородов их школа экспорта подписали меморандум о сотрудничестве для развития туристического потенциала в городах России. Сегодня на Google карте появится информация о более чем 50 туристических объектах. Первым мы выбрали маршрут в городе рыжей девочки который очень популярен у жителей нашего города. Сарапул старинный купеческий город на берегу Камы с большим количеством объектов культурного наследия и иных достопримечательностей что всегда привлекало большое количество гостей и туристов в наш город. Предлагаю вам нанести этот объект на карту поставить свои отзывы а рыжая девочка из Сарапова передает вам свой привет и эту интерактивную открытку. Рыжие девочки маршрут прошагаем только тут теперь Сарапул станет еще доступнее для туристов. Наши красоты показаны для других жителей то есть не будут сюда приезжать уже и знать куда нужно именно пойти и насладиться временем, времяпровождением. Я очень хочу, чтобы в это лето жители других городов узнали о Сарапуле и приезжали сюда. Сарапул, форпост при Камье. Накануне Дня города Сарапульский музей-заповедник презентовал новое музейное пространство, которое отражает развитие Сарапула со времен Каменного века до присвоения ему статуса города. На открытии площадки присутствовали коллеги, почетные гости, представители туристических агентств. Одной из первых увидела уникальные экспонаты и наша съемочная группа. Сарапул, форпост при Камье. Над этой экспозицией музей-заповедник работал больше года. Необходимо было продумать, как презентовать то, что есть в фондах музея. Считаю, что это одно из знаковых учреждений культуры нашей Музыгской республики. Хотя статус муниципальный. Так сложилось, что сегодня даже республиканские учреждения учатся у наших коллег из Сарапула. Это здорово, потому что тут, мне кажется, на сегодняшний день все сложилось. И история, и наука, и администрация, ну и творчество. В день открытия слова благодарности всем причастным к радостному событию. Эта экспозиция предлагает окунуться на 20,5 тысяч лет назад. Выставка разделена на несколько стилизованных зон. Первый раздел – это стилизованная витрина-холм, которая символизирует собой высокий правый берег Камы. В нем сделаны специальные ниши. Это холм-витрина, где представлены предметы археологии эпохи бронзы, раннего Железного века, кананинской культуры, пьяноборской, мазунинской и периода Волжской Булгарии. Далее идет рассказ о русской колонизации края, о миграционных потоках с верхней Камы, с территории Вятки. Этот раздел пополнился в 2017 году, когда при реализации туристско-рекреационного кластера «Камский берег» в ходе археологических раскопок были найдены берестяные туеса, нательные крестики и плетеные лапти. Центральным символом нашей экспозиции, центральным образом является образ Сарапульской крепости, который каждый горожанин знает с детства, так как он изображен на историческом гербе города. Крепость, период существования крепости в дворцовой слободе Сарапул приходится на конец XVII-XVIII век, но первый источник, который рассказывает о крепости, это 1704 год. Что не предмет, то уникальная историческая находка. К примеру, эта пушка была найдена в 1913 году за нынешним зданием администрации, а этот столб – один из тех, что были уложены в основание крепости. Сама же крепость не просто музейный экспонат, а самостоятельная интерактивная площадка. Я нахожусь здесь и думаю, ну почему такого же музея нет в Ижевске у нас? Ну то есть музеи есть, а вот именно тот уровень любви, уважения к истории своего города, который присутствует всегда в музее Среднеприкаме, но этому стоит поучиться и по-хорошему позавидовать. Мне очень нравится, что здесь представлены вещи, которые действительно существовали в то время. С возможностью, да, вероятно, очень большая вероятность того, что это настоящие вещи. Вот это меня поразило, что это хранится в городе. Например, торговая лавка Мартьянова, да, как это происходило. Есть в экспозиции место и для первых образцов кирпичей, изготовленных в городе. Их появление относят к временам, связанным с событиями восстаний под предводительством Емельяна Пугачева. А макет первой кирпичной лавки, фрагменты которой сохранились возле художественной школы, рассказывают о начале кирпичного строительства в городе. Вообще в этом экспозиционном проекте каждый найдет что-то для себя. Я когда сюда зашла, вот этот вот дух, дыхание деревянности, да, оно прямо вот впечатляет. Свежесть материала, это вообще здорово. Но еще меня очень удивило, и чему я радуюсь, что даже в те веках, здесь написано до нашей эры, там 3-5 века, Но женское начало, женская красота была всегда востребована. Посмотрите, оказывается, сегодня нам соведущие говорят о том, что из стекла, из натуральных материалов женщины всегда была возможность себя показать, как женское начало, как красивое. Уникален зал из точки зрения материально-технического оснащения. Здесь проведен хороший косметический ремонт, в интерьер вписываются и современные рулонные шторы, и радиаторные решетки. Для проведения увлекательных интерактивных занятий есть все необходимое оборудование. Экспозиция, открытая к 110-летию Сарапульского музея-заповедника «Сарапул-форпост-прикамья» доступна для посетителей. В продолжении темы, сразу после открытия экспозиции на территории музея-заповедника, состоялась презентация новой площадки в художественно-выставочном комплексе дачи Башинина. Там начала свою работу чайная, наполненная самоварами, сувенирами, разнообразными чайными букетами. Почему новой площадкой стала именно чайная, и как планируют использовать новое пространство музейные работники? Ответы на вопросы в сюжете далее. Чайная появилась в одном из зданий, расположенных на территории музейного комплекса дачи Башинина. Небольшое помещение, где раньше стояли офисные столы, превратилось в уютное место, оформленное в стиле Прованс. Для Сарапула это возрождение традиций. Раньше чайной церемонии уделяли особое внимание. То есть представьте себе здание, прямоугольное, 25 метров, и в нем три таких помещения, которые предназначены собственной чайной, кухня, и еще одно помещение было канцелярия. То есть простой народ мог прийти и составить любую бумагу, а вечером показывали здесь темные картинки. То есть чайная обладала несколькими функциями – канцелярией, собственно чайной, ну и еще и культурно-развлекательным учреждением. И такие чайные были только у нас в России. Новая музейная площадка наполнена соответствующими чайной церемонии атрибутами – самовары, посуда, щипчики для сахара, салфетницы, подстаканники. Здесь представлена сувенирная продукция и несколько сортов чая, которые можно попробовать. Появился объект, который популяризирует чайную историю. Значимость ее в жизни россиян, там, испокон веков, мы пили чай, он был разный. Потом переначали привезти из Китая. Вот чай там Копорыч или Иван-чай там, ну, наша... То есть многое... Мы всегда пили очень много чая. И это очень здорово. И особенно я рад, что чайная появляется, появилась, да, будет развиваться именно в Сарапуле. Потому что купцы пили чай. Пили много, сделки заключались при чае. Я желаю, чтобы эту чайную посетили и дети нашего города, и взрослые, приходили сюда с семьями. Очень приятно, что в нашем городе вот есть такие места, которые действительно нас будут привлекать и воспитывать в нас культуру и вообще, понимаете, любовь к нашему городу, к истории нашего города. На этом у нас все новости на сегодня. Для зрителей, которые предпочитают смотреть наши программы по кабельному телевидению, программа «Сарапул. Новости» доступна на 27-й кнопке. А также смотрите наши программы в удобное для вас время в сети интернет на официальном сайте администрации города Сарапула и его страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и отличного летнего настроения! Субтитры подогнал «Симон»!